друзья всем привет мы продолжаем наши видосы которые снимаем из студии так как на дворе уже зима и тем не менее рыбалки поговорить хочется сегодня у нас очередной земикс адвайс и поговорить я хочу о таком элементе фидерной снасти как шок-лидер что такое шок-лидер какой он бывает для чего его использовать или не использовать могу сказать что еще несколько лет назад я к шок-лидеру относился весьма скептично использовал его только тогда где он именно очень нужен и без него не обойтись это в первую очередь сверх силовые дальние забросы это ловля тяжелыми кормушками на реке вне зависимости от дистанции но в этом сезоне все перевернулось ног на голову в первую очередь из-за того что большие турниры то есть всероссийские соревнования кубок россии чемпионат россии так нам казалось изначально по той информации которую мы собирали что на турнирах придется использовать шок-лидер и практически весь этот сезон я его использовал практически на всех рыбалках турнирах и прочих и хочу рассказать какие шоке использую я для чего и собственно почему мне это все зашло начнем с того что такое шок-лидер шок-лидер это отрезок лески либо шнура как правило большего диаметра чем ваша основная также леска или шнур что он дает соответственно на силовых забросах на любых мощных нагрузках шок-лидер берет удар на себя и ваша основная леска может быть более тонкого диаметра которая будет лучше тонуть там лучше тянуться если это леска моно и соответственно ваш рабочий весь отрезок от оснастки там плюс 8 метров 10 сколько он может быть по длине к этому еще вернемся он также защищен в случае если вы ловите на камнях на ракушке за крутыми бровками то есть на самом деле у шока много преимуществ и какой он должен быть для определенных снастей начнем опять вернусь кубку россии которым мы готовились в чувашии туда нужен был шок-лидер потому что как нам сказали там есть и дальние дистанции и большое количество ракушника на волге такое часто встречается и ловить действительно нужно именно там также нас пугали мощными злыми бровками собственно где эта ракушка и должна была расти по факту может быть все было не так страшно но изначально мы туда ехали с мыслями что шок будет необходим номер один вопрос какой шок взять у нас команде ну так же как и я ранее не очень-то практиковали ловлю с шоками и по большому счету не делили на хорошие плохие просто брали любой более толстый шнур и вязали его и достаточно я я же стараюсь выбирать шок чтобы он был именно вот под ту рыбалку которая там нужна то есть это не не просто какой-то там шнур 0.25 0.28 он держит классно я стараюсь подбирать так чтобы он был гармоничным с основным шнуром чтобы он хорошо вылетал потому что зависимости от диаметра шок лидера дальность вашего заброса также может варьироваться пусть не на большие но на какие-то метры точно и стал вопрос какой шок мы берем четкого ответа ни у кого не было я начал вспоминать свою практику и вспомнил что в ком-то там далеком году хорошо ловил на дальних рубежах используя шнур да его турнамент именно вот такой вот также ловил я на ракушках и мне показалось что у этого шнура хорошая такая как бы на истирание он неплох и по забросу даже тонкий диаметр мне держали там достаточно вменяемые кормушки там течение пяти часов поэтому мы определились на вот этой модели модель не из дешевых но я сказал что если турнир большой то давайте как бы возьмем и взяли мы там несколько бобин 15 и 20 лб это 0.16 0.18 разрывной там 10 килограмм по-моему в районе 8 килограмм что еще для меня важно именно в шоке я все-таки стараюсь чтобы шок был темного цвета почему можно долго спорить о том видит рыба шнур не видит пугают ли ее яркие цвета или не пугают кстати пишите в комментариях что думаете по этому поводу если спиннинги я точно там не боюсь ярких цветов но тем не менее все равно вставляем отрезок из флюрокарбона практически по любой рыбе поэтому я выбираю темный цвет чтобы на нет полностью все вопросы снять по поводу будет там рыба бояться не будет бояться раньше я использовал шоки яркие но замазывал их черным маркером они получались не черными но яркость уходила и в принципе хорошо хотя цвет тоже весьма такой вопрос открытый потому что если дно песчаная то и черный там темный цвет тоже как бы будет виден тем не менее если выбираю шок стараюсь выбрать его темно-зеленый темно-коричневый черный и так далее то есть этот шок тоже достаточно такого нормального зеленого цвета но у нас получается в тот же момент как раз приехали наши новинки шнуры zemmx iron и я на всякий случай тоже решил взять пару бобин потому что до этого не было возможности его где-то использовать именно в толстых диаметрах я решил также взять в диаметре 0 18 02 и попробовать и получилось так что почти все свои тренировки и даже пред турнир я отыграл с шоком 018 iron он немножко коцался на камнях на ракушке но это же происходило и с другими шнурами при этом он выдерживал и те забросы которые были а забросы были очень приличные до 90 метров иногда доходило но и в целом там 60 70 80 метров все тренировки мы старались кидать чтобы найти где все-таки рыба на волге обитает и я остался доволен этим шнуром более того забегу вперед скажу что сейчас в качестве шок-лидера использую именно эту модель и так получилось что за день уже до кубка россии мой товарищ из другой команды взял у меня повязать шоки и забыл мне их вернуть так как они у него там остались где-то дома ну в общем то в турах я вязал именно 018 iron поэтому могу его также рекомендовать очень хорош понравилось как вылетает понравилось что совершенно не бьет по кольцам особенно если у вас также эта же модель шнура намотана на основную то там наличие шок-лидера вы практически не чувствуете тем не менее когда использовать шок мы уже определились наличие любых каких-то подводных препятствий которые могут травмировать ваш основной шнур ракушка камни бровки все что угодно второе силовые забросы в любом случае если вы ловите там далеко ловите пулями вы напрягаете свой шнур достаточно сильно и в какой-то момент он все равно даст бой и именно на квертипе где постоянно вот это идет заброс 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 идет истирание и он просто пережется в определенный момент и ваш кормушка где-то плюхнется рядом с вами неминуемо поэтому шок для таких условий нужен река как я уже говорил любые кормушки свыше 80 там 90 грамм лучше использовать шок почему потому что вы ловите на реке течение сильное можно поставить конечно шнур 018 однако если вы кинете 018 шнур с кормушкой там условно 100 грамм ее может нести то используя допустим основной шнур 014 шоком 018 вы сможете ловить уже кормушкой даже 80 грамм ваша у вас получится возможность ловить более легкими кормушками использовать тонкие основные шнуры но при этом у вас будет шок еще плюс шока в том что вы по большому счету экономите длину своего основного шнура потому что шок можно поменять а рабочий отрезок шнура в любом случае вам лучше срезать кто этого не делает например я не всегда это делаю и потом могу поплатиться потери кормушки на забросе потому что если приглядеться после каждой рыбалки рабочий отрезок это полтора бывает два метра зависит какие кого с рельефки и условия ловли то основной шнур истирается как ни крути шок можно поменять и правильно конечно менять его там желательно после каждой рыбалки или там после каждых двух-трех как делаю я я его меняю когда у меня уже что-то оторвалось это неправильно не делайте как я за этот сезон я пережег шок но 016 айрон всего один раз и тоже ловил достаточно много и и пережег его на кормушке 100 на реке и кидала там достаточно прилично поэтому обрывов по шоку в этом сезоне у меня и у моих парней особо не было когда шок лидер не нужно использовать первое это темповая ловля мелкой рыбы ловля на коротке легкими кормушками вас по большому счету просто нет необходимости его использовать он вам может сильно не помешать но он не нужен потому что более тонкий шнур вы ловите близко это может 10 15 20 метров и тонкий шнур просто лучше погружается под воду и просто в шоке нет никакой большой необходимости поэтому если на пикера там на лайт и не вижу смысла вязать шок он просто там не нужен когда шок еще не нужен это когда есть возможность короче когда много грязи тополиный пух кто знает но это вообще смерть кивер типов но если даже взять не тополиный пух а любую грязь любой мусор бывает такое что несет сверху много какого-то мусора и соответственно любой даже самый компактный узелок будет этот мусор эту грязь на себе набивать такое было и на москварике когда зимой ловили там никто не ловил с шоком потому что ну бывает что даже в придонном слое просто постоянно идет какая-то грязь и она набивается на узелок в процессе вы когда выматываете можете к юротипно вернуть и это просто неудобно то есть вот это наверное самый важный момент когда шок просто не уместен такое у нас случилось и в чебоксарах и от шока пришлось как раз там последний день отказаться потому что пух появился неожиданно шок лидеры мы также применяли и на чемпионате россии в липецке также у нас были вот эти две позиции и они показали себя безупречно помимо всего прочего айрон шнур тонущий это тоже очень неплохо потому что шок имеет больше диаметр чем основная правило ну все-таки чуть-чуть он помедленнее может тонуть особенно если глубины небольшие как в липецке если мы ловили далеко но там было существенно мельче этот шнур сам по себе уже быстро погружается под воду что позволяет минимизировать как боковую верхнюю дугу так уже и дугу подводную который также формируется пока вы там заводите к вверти так я сказал о шоках связанных именно со шнурами использую ли я моно лидер так называемый то есть шок из лески использую редко но использую когда как правило это ловля карпа или другой крупной рыбы когда в качестве основной лески у меня также выступает монолеска почему я не ставлю в этом случае шнур или ставлю но не всегда шнур ставлю только если там мы ловим на флет где-то очень далеко когда мне просто нужна мощность шнура который держит на порядок больше применение более мелких там диаметрах но если я ловлю недалеко я ставлю шок из монолески в этом сезоне в частности это рейзер 0 286 почему использовал его потому что диаметр выдерживает большие кормушки то есть можно кидать все что угодно часто нужно ловить в хорошем темпе на леску используя много корма то есть удерживая рыбу это в первую очередь конечно карп в летний период также можно ловить крупного леща на леске как я делал это и на ночной лиги и всегда использовал лес порядка диаметра 0 28 можно попробовать 0 26 зачастую тоже держит но может она со временем пережечься монолидер еще чаще нужно менять потому что все равно монка деформируется больше то есть если вы отловили хорошую свою сессию большими кормушками наловили карпиков на платнике поменяйте не так дорого стоит леска тем более небольшой ее отрезок почему не ставлю шнур в этом случае вот ловлю я там своих тузиков да там полтора-два неважно три килограмма если я буду делать это на шнур то есть мне будет немножко некомфортно в финальной стадии вываживания потому что используя все равно достаточно деликатные поводки там плюс-минус и когда я начинаю наматывать шок формально я уже под берегом держу карпа на шнуре ну соответственно вываживание становится уже таким более бойким карп бьет удочку непривычно если я оставлю монолеску даже она чуть-чуть более там толстого диаметра но она все равно будет растягиваться и мое вываживание будет более комфортно естественно если мы ловим карпа далеко ловим карпа на флет то нам неминуемо нужен будет шнур потому что нам нужно совершить силовой заброс ну и там же и немножко другие оснастки используются поэтому финальное вываживание на том же отрезке достаточно толстого шнура крупные крючки хорошие поводки немножко другая рыбалка там это отходит все на второй план тем не менее монолидер также можно использовать и он также приносит там свои плоды в определенных ситуациях которых я уже рассказал ну и вопрос каким узлом вязать шок лидер честно скажу очень долгое время использовал морковку это хороший узел отличные используют его и карпятники и сидристы но последние сезона 2 наверно может быть даже чуть больше я использую немножко другой узел и у нас были ситуации в липецке когда у ребятам периодически начинает бить узел по кольцам что-то не то я говорю ну давай попробуем другой у меня в основном вот так было когда я ловил албрайтом и вышел на какой-то турнир кидаю что-то бьет перевязал но как-то бьет хотя раньше не било вроде все нормально я также сказал товарищу игру завяжи что-то там вяжешь он связал все отловили не тогда я перешел на морковку сейчас я перешел с морковки на узел который вам сейчас покажу опять же но он не претендует на какой-то премию оскар но я им ловлю и меня устраивает как он вылетает как он вылетает то есть он достаточно компактный неплохой и я с вами сейчас он поделюсь для большей наглядности буду вязать этот узел у меня вот есть лидкоры они толстые будет видно как он будет выглядеть и я думаю что и еще покажу как она будет выглядеть на рабочих диаметрах потому что на лидкоре не знаю получится не получится мы попробуем его завязать полосатый лидкор у нас будет шок лидера одного цвета это наша основная леска первое что мы делаем на нашем шок лидере берем и делаем двойной узел который потом превратится в восьмерку можно в этом месте сделать ординарный видел так тоже вяжут но мне гораздо комфортнее когда вяжется двойной вот таким образом формируется вот такую вот восьмерочку берем нашу основную и продеваем восьмерку в первую часть и во вторую и достаточно длинный вот такой отрезок делаем вообще стараюсь не экономить на этих частях потому что гораздо удобнее вязать когда у вас длинные хвосты есть запас на этом не экономьте теперь нашу восьмерочку можем немножко подтянуть не до конца но так что она не мешала все взяли длинный отрезок основной нашей лески шнура остался в этом месте зажимаем пальцами небольшую петельку и начинаем мотать то есть получается что мы зажали что потом нам ее не продевать шнур особенно имеет свойство склеиваться мы ее вот здесь вот держим и работаем больше одной рукой мотаем 1 виток 2 виток 3 виток 4 я вообще делаю порядка 10 11 витков в одну сторону чем более скользкий шнур тем больше витков нужно сделать но обычно на шоке мы используем шнуры такие достаточно брутальные поэтому 10 11 витков будет достаточно но у меня литкор я вообще сомневаюсь что мне получится хорошо эту конструкцию завязать но сделаю еще один грубо говоря нет получилось меньше но ориентируемся что здесь 11 витков мы сделали далее делаем 2-3 витка в обратном направлении то есть чтобы вот так вот наша леска пошла внахлёст обратно берем наш конец и продеваем в ту петлю которую мы придерживали у нас образуется еще одна петля некоторые вяжут не продевая в нее просто затягивают я все же предпочитаю возвращать конец в эту петлю вот что у нас получается сейчас главное чтобы это все на литкоре сошлось соответственно когда мы получили эту конструкцию мы это все смачиваем ну как обычно рыбаки просто слюной всю вот начало до конца и начинаем потихоньку ее затягивать если у вас монолеска здесь старайтесь все таки помогать руками чтобы она не получила свою деформацию при затягивании узла если шнуры там чуть проще можно достаточно жестче с этим всем управляться не пошли потихоньку помогать себе этот узел если вы не дотянули уже можно затянуть по полной все он у нас готов в него этот узел будет стопориться ну и финальный штрих даже на литкоре получилось затянуть вот что мы имеем ну естественно он сейчас смотрится большим очень важный момент что наш шок лидер как вы видите вылетать он будет отсюда сюда и его хвост смотрит назад то есть он не под 90 не в эту сторону и даже если вы там отрежете с приличным кусочком он все равно будет нормально вылетать не будет ни коим образом вам мешать на забросе другое дело когда вы будете конечно его заматывать небольшой звук вы будете чувствовать но этот нюанс можно превратить и в некий плюс зная что у вас допустим шок лидер там восемь метров девять неважно подматывая рыбу чувствуя этот щелчок вы знаете что у вас осталось порядка 8 9 метров и время тянуться за подсаком обрезаем наши хвосты ну я резать не буду потому что за лидкор можно конечно еще неплохо затупить ножницы как я сказал здесь можно оставить хвостик я небольшой хвостик оставляю здесь ну стараемся под корень может там оставить 1-2 миллиметра про запас вот как выглядит узел сейчас покажу как выглядят эти узлы на более рабочих диаметрах потому что на лидкоре они смотрелись громоздко верхний вариант это у нас шнур 016 переходящий в шок лидер 02 согласитесь тоже достаточно такие приличные диаметры и как мы видим этот узелок выглядит далеко не так страшно как на нашем рабочем образце и второй узел это леска 02 основная переходящая в шок лидер 0286 ну такой достаточно резкий перепад я специально завязал чтобы было понятно как выглядят эти узелочки и могу сказать что то есть сезон практически я ловлю и использую сейчас шок лидер даже на легких снастях вот этот узел он отлично пролетает даже там на наших кувер типов 2 и 2 где колечки маленькие и все отлично проходит не доставляя особых неудобств на забросе вот такой вот мой нехитрый узелок можете попробовать и понравилось не понравилось пишите в комментариях кстати как он вам зайдет там после морковки или какой узел вы использовали ранее как уже говорил что в этом сезоне действительно отловил очень много с шоком и для себя отметил что он не мешает мне даже при ловле может быть оснастками которые и не требовали этого но тем не менее допустим если я использую шнуры земли x iron тонкий то есть многие мои ребята заметили что действительно 012 там держит не самую большую разрывную нагрузку из-за чего из-за того что 5 вот эта вплетенная нить которая позволяет шнуру погружаться под воду это очень неплохое свойство для фидера в особенности и для этого я решил ну я попробовал покидать у меня и так держал 012 но думаю зачем если можно использовать его с шоком и и 012 и 014 шнуры я использую с шоком 016 он настолько классно гармонирует что просто ну вылет не чувствуется мне просто забываю что я ловлю с шоком это круто и много у меня было рыбалок на реке на течение умеренным то есть когда вот кормушки такие 70 80 я считаю что такое переходящая рыбалка где можно уже ставить шок в принципе наверно будет не лишним с другой стороны ну как бы вроде как бы и не так обязательно и тем не менее если ловить более тонким шнуром все равно рано или поздно скорее всего оснастку можно будет потерять хотя бы из-за того чтобы где-то коснули его на той же ракушке и шок в этом плане лучший помощник поэтому 016 диаметр я ставлю на случаях если то есть рыбалка такая до 80 включительно и его ну как я его не меняю но по-хорошему да две-три рыбалки лучше его поменять 018 шок лидер это диаметр который отлично подходит для любых силовых забросов то есть ну как правило это и река там с какими-то кормушками наверно до 100 включительно и как дальнобой то есть 18 для фидера ну частности если брать земли ксаром потому что у всех диаметры плюс-минус скачут он позволяет и закидывать очень хорошо далеко и при этом остается какая-то гармония то есть на забросе вы не чувствуете что кидаете какой-то там трос потому что этот момент на пальцы тоже у нас все-таки не карповая рыбалка фидерная хочется какой-то эстетики элегантности и если мы ловим все же тяжелыми кормушками или вообще какой-то супер экстра-хэви а-ля тот же флэт забросы далеко за 100 то 02 02 это такой ну действительно очень приличный диаметр я не знаю многие ставят там и больше 02-022 я остановился на 02 это такая классическая мощная река то есть если кормушки все от 100 то есть там 90 минимал да 90 100 120 и не дай бог 140 то есть конечно даже 018 ну мне как-то пока немножко страшновато можно пробовать 02 это прям гипер надежность я на этом диаметре для себя наверно останавливаюсь хотя повторюсь что можно пробовать 02-022-025 это уже личное дело каждого мне пока не нужно было использовать больше то есть не получилось у меня этот шнур там пережечь порвать на забросе поэтому вот такие три диаметра для шока которые использую я что касается длины шок лидера здесь тоже по-разному каждый мотает как он хочет большинство моих знакомых наматывает пару витков то есть два-три витка на шпуле и длину своего свиса я стараюсь делать с небольшим запасом почему потому что у шока тоже есть рабочий отрезок и в принципе можно сэкономить и отрезать его если видишь он поворсился можно отрезать всегда там этот метр-полтора и у меня останется запас то есть как делаю я я наматываю смотрю у меня первый виток взошел на шпулю я оставляю еще почти длину удилищ то есть у меня почти две длины удилищ получается да это чуть больше нормы по большому счету но как я сказал у меня есть возможность несколько раз его коцнуть и сохранить его для дальнейших рыбалок если вы не хотите так делать ну делайте как все остальные два-три витка пошло оставляйте свой свист то есть вас короткий свист значит такой есть там средний длинный свист ориентируйтесь что вас всегда должно быть не меньше двух-трех витков на шпуле чтобы шок лидер забирал всю нагрузку на забросе то есть чтобы не получилось что у вас пол витка и вы забрасываете у вас идет нагрузка на узел так быть не должно лучше сделать с небольшим запасом ну так я это вижу и это так работает собственно по шокам вроде бы все если у вас еще какие-то вопросы остались пишите в комментариях с удовольствием на них отвечу напомню друзья что у нас в рубрике земли садвайз будет еще такая как доп рубрика мы будем может быть раз в месяц посмотрим зависит от вашей активности будет рубрика такая а-ля фидерные вопросы вы задаете мне вопрос а я отвечаю на них в студии и может быть развивая тему если если она развивается я уже ряд вопросов получил тем не менее жду еще то есть абсолютно любые рыболовные около рыболовные темы пишите в комментах самые лучшие вопросы я выберу и в ближайшее время снимем первый выпуск земли ксадвайз фидерные вопросы поэтому жду от вас активности по большому счету количество роликов фидерных вопросов будет зависеть от того сколько этих самых вопросов вы мне зададите думаю что будет интересно а на сегодня это все с вами был ваня фрос до новых встреч увидимся пока а